Дорогие мастера, всем привет! Сегодня я хочу с вами провести небольшой эксперимент, как вода влияет на носку наших ресниц. Для этого мы возьмем клей черненький, стандартный клей, любой, который вы обычно используете. В данном видео это клей профи. Берем ресничку, это натуральная ресница, 100% натуральная, потому что я ее выдернула со своего глаза и макаем теперь в клей, дотрагиваемся к реснице. Теперь мы макаем вторую ресничку. Почему я взяла две? Потому что у нас есть водичка с холодной водой и у нас есть водичка с горячей водой. То есть мы проверим и так, и так, как будет плотно держаться наши ресницы. Теперь мы хорошо приклеиваем ресничку к второй натуральной реснице и у нас получилось две вот такие реснички. Давайте теперь посмотрим, если мы бросим водичку на несколько минут, вот сразу же после наращивания, как наши ресницы реагируют на носку при контакте с водой. Например, вышел ваш клиент и попал под дождь. Здесь у нас холодная вода. Мы бросаем сюда ресничку. Утонула вода. И берем вторую ресничку. И так же бросаем ее в водичку, но здесь у нас горячая вода. Засекаем несколько минут и потом достанем, посмотрим, что же у нас получается. Итак, у нас прошло целых две минуты. Давайте теперь посмотрим, что же будет с нашими ресничками. Насколько будет у нас плотная и хорошая носка. И влияет ли вообще как-то водичка на сцепку клея и наши ресницы. Итак, берем ресничку с одной стороны, зажимаем и берем нашу натуральную с другой стороны. В принципе, ну, сцепка достаточно такая неплохая. Это если холодная водичка. Давайте попробуем, если горячая вода, что происходит. Так, и смотрите, теперь если под горячую воду, то есть девочки бегут в сауну, в душ, да, что у нас происходит. Ну, я вам скажу, что все равно ресница достаточно плотно держит. То есть, чтобы ее совершенно расцепить одну со второй ресничку, ее надо хорошо потянуть и хорошо отщелкнуть друг от друга. То есть, я думаю, что возможно это возможно сделать, но, в общем, мой вердикт. Какой у нас итог получается? То, что водичка, она имеет возможность повлиять на структуру клея, но так, чтобы ваш клиент вышел и все ресницы отпали, это невозможно. То есть, частично это может повредить и разрушить, да, структуру клея и повлиять на носку, но так, чтобы они моментально все осыпались на следующий день, ну, вряд ли это может быть. Хотя, чтобы провести именно такой эксперимент, это нужно оставить ресничку до следующего дня. На этом наше видео подходит к концу. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео! Субтитры подогнал «Симон»!